В эфире новости Анапа регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня в выпуске. За знаниями и с комфортом Анапа получила 7 новых школьных автобусов. Ландшафтный дизайн и спортивная площадка. В Анапе заканчивается первый этап благоустройства дворовых территорий. Поэтесса, публицист и общественный деятель. В археологическом музее проходят лекции, посвященные жизни Елизаветы Скопцевой, известной как «Мать Марии». И начнем с главного. Уже через пару недель город-курорт и сельские округа украсят новогодние ели. Глава Анапы Юрий Пляков дал официальный старт подготовки к главным зимним праздникам, которые пройдут и для жителей, и для туристов. До этого необходимо закончить объекты по программе «Комфортная городская среда». Параллельно готовятся к предстоящему высокому сезону. Об этом не только сегодня говорили на планерном совещании в администрации города. Подробности в нашем сюжете. Собственники земли в курортных селах Самуа на Пенопионерском проспекте заявляют о смене вида разрешенного использования участков. За минувшую неделю осмотрели 112 земельных наделов. Почти на двух третьих гостиницы, магазины или кафе декларировались как жилье. В таких случаях владельцам грозит штраф. Серую зону предложат покинуть добровольно, а затем последует обращение в суд. Юрий Пляков обратил внимание на то, что определенные рычаги есть в распоряжении поставщиков воды и электроэнергии. Он когда тех условий берет, он берет по ДЖС. Прописано 1-2 человека. Используется как гостиница. Все это легко проявляется по количеству потребления воды. Как сообщили водоканали, минувшим летом за превышение нормативов специалисты компании отключили около 100 объектов. Глава курорта поручил к следующей неделе подготовить подробный отчет с адресами. Это вопрос налоговых поступлений, а следовательно, ремонта дорог, строительства социальных объектов, а также благоустройства. Работы в шести дворах, а также сквере-строитель в 12 микрорайоне выполнены на 90-95%. Это одна из завершающих операций – укладка специального покрытия. Уже начинается монтаж тренажеров. В ближайшие дни прибудет детская площадка. Ее установят в центральном круге. По словам Елены Мирошниченко, она отправила фотографии родным на север. Летом они приезжают сюда с внуком. Мне кажется, очень хорошо. Самое главное, что вот это покрытие будет в середине площадки. Не песок грязный, который был раньше. И если еще поставят хорошие качели, тренажеры, то будет здорово. Сдать все объекты планируется уже на этой неделе. А до 10 декабря муниципалитет украсят новогодние ели. Главное – высотой 22 метра на театральной площади Анапы. Юрий Поляков обратил внимание, что порядка 30 предприятий продолжают работать в зимний период. Туристы, отдыхающие, которые приедут сюда, обязательно двинутся в сторону театральной площади, посмотреть на елку. Солидная елочка поставим с хорошими игрушками. Все. Хотелось бы, чтобы это были праздничные мероприятия. Особенно это касается тех, кто приезжает. Ну и, естественно, наших жителей. Всего в новогодние каникулы в муниципалитете пройдут порядка 60 различных мероприятий. Ирина Меркурьева, Александр Ребеко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Школьный автопарк Анапы пополнили 7 автобусов. Торжественная церемония передачи нового транспорта состоялась в Краснодаре. Вице-губернатор Анна Менькова вручила директорам учебных заведений ключи от автобусов. В 12 муниципальных образований Краснодарского края всего их передано 126. Сегодня в школах региона работает 1031 автобус. В прошлом году было приобретено 200 школьных автобусов. В преддверии этого текущего учебного года для школ края мы передали еще 107. Покупка новых машин для школ края будет продолжена, в том числе благодаря федеральной поддержке и благотворительным программам, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Все автобусы оборудованы современными средствами безопасности, включая ГЛОНАСС и устройство экстренного вызова. Вся партия приобретена за счет краевых и районных средств. В Анапе новый транспорт поступит в школу номер 3, 12, 16, 17, 18, 20 и 21. Это поможет ученикам, живущим в сельских округах, добираться за знаниями со всеми удобствами. В Анапе продолжается реализация программы «Комфортная городская среда». Специальная комиссия, в состав которой вошли представители администрации, депутаты и общественники, проверила, как выполняется программа по благоустройству курорта. Вместе с ними за ходом работ следила и наша съемочная группа. Ярослав Рогузин сегодня самый активный помощник строительной бригады. Его двор попал в программу «Городской комфортной среды». Теперь говорит, сбудется его мечта. У его дома появится детская площадка. Хочу, чтобы эта площадка была целой, чтобы ее не ломали плохие детки. Мы с радостью вас пригласим, на праздники приходите, чтобы никто не пачкал. В этой части города работы уже практически подходят к концу. Озеленители готовят газоны под посадку ландшафтной травы. Одновременно предполагается асфальтирование придворовых территорий. За этим этапом наблюдает специальная комиссия, в состав которой вошли представители городской администрации, депутат совета, курирующие вопросы округа и общественники. Проект реализуется в полном объеме, как мы и планировали. Значит, мы планировали и спортивные тренажеры, и детские игровые площадки, и удобные проходы для граждан. И будем надеяться, что к первому декабря мы все вопросы закроем, завершим. Озеленение как раз проводится в конце ноября, так как погодные условия позволяют посадить именно деревья, кусты, траву. Современная парковка и ландшафтная архитектура вместо хаотичной застройки двора. Более трех десятков лет здесь проводились только косметические ремонтные работы. Теперь же этот уголок станет по-настоящему красивым, удобным и современным. Работа кипит, вообще необыкновенно. И суббота, и воскресенье, все время работают и работают. Даже в шесть вечера они еще все делают и делают. Очень довольны. Ну, получается красиво. Вы знаете, мы просто рады. Спасибо огромное всем, кто додумался до этого. И если еще нам цветы сюда посадят, то вообще будет чудо. Просто душа радуется, что у нас теперь будет порядок, красота будет. Ну, что скажешь плохого? Плохого ничего не скажешь. Только спасибо, 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 кто это придумал делать. После благоустройства территорий в этом районе будут установлены малые архитектурные формы, лавочки, тренажерный парк и урны. Полностью завершить работы планируется уже к началу следующего месяца. Руслан Душевский, Анапа-регион. Лекция, посвященная жизни Елизаветы Скопцевой, известная как «Мать Мария», прошла в археологическом музее. Монахиня была поэтессой, публицистом, общественным деятелем, а также писала картины. В Анапском музее ей посвящен отдельный мемориальный зал. Однако сутью ее жизни было материнство. В своей лекции заслуженный работник культуры Кубани Зоя Лемякина подняла одну из важнейших тем жизни Елизаветы Скопцевой. У матери Марии было трое детей. Дочку Гаиану она крестила в Анапском храме Святого Ануфрия. В церковных записях также значатся и имена чужих детей, для которых монахиня стала крестной. С легкой руки Елизаветы Скопцевой в Анапе был построен приют для младенцев, лишившихся своих родителей. К сожалению, у матери Марии нет своей могилы, как и у ее сына Георгия. Они погибли в концлагерях и были причислены к лику святых мучеников. Имя и подвиг матери Марии навсегда останется в истории Анапы, ведь именно здесь всеобъемлющее материнство стало смыслом ее земной жизни. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ. Она будет работать с 26 ноября по 8 декабря. В рамках акции специалисты-эпидемиологи проконсультируют всех желающих по вопросам профилактики ВИЧ, безопасного поведения, возможности бесплатного анонимного тестирования и ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе. Телефоны горячей линии указаны на экране. Ну а далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа.регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Непристегнутый человек при столкновении на скорости 80 км в час получает травмы, равносильные падению с восьмого этажа. Пристегнитесь. Это может спасти вашу жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова